Основной критерий, которым руководствуются люди при оценке работы судов, это социальная справедливость. Вы, наверное, заметили, я всегда говорю, люди, 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 и опять же не для какого-то популизма. Слушайте, мне уже не до популизма. Мне он не нужен. Мы действительно работаем для людей, если мы говорим о том, что государство для народа, ну, надо реализовывать эту формулу. И она является не только залогом доверия населения к судам, правосудиям, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. Запрос на эту сегодня справедливость колоссальный. Не только в славянских государствах, во всем мире. Граждане должны быть уверены, что в суде найдут защиту своих прав и законных интересов. Это значит, их проблему услышат, вникнут в жизненную ситуацию, примут аргументированное, извешенное решение. И очень важно, чтобы человеку было понятно, почему суд вынес именно такое решение. Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину. Тогда им не придется в поиске правды обращаться, ну, к кому же после суда? Конечно, к президенту. Судьям нужно быть свободными при принятии решений, не бояться прокуроров, не зависеть от мнения следователей, не оглядываться на местную и прочие власти, руководствоваться только законом. Только. Вот ваш председатель и присутствующие здесь судьи за больше двух десятков лет, сколько я работаю президентом, меня не упрекнут, что я где-то кого-то лоббируя давил на суд, имея определенные рычаги и полномочия. Потому что главная моя функция, наоборот, оградить вас при принятии судебных решений от всякого давления. Я знаю, что такое бывает и нередко, но те, кто в этом направлении работает, знают мою реакцию. И вы прекрасно понимаете, что одна из функций, полномочий президента – это назначение освобождения судей. Вы находитесь в кадровом реестре президента. Никогда ни одна система, правоохранительные органы не позволяли себе не то, что задержать, как-то оскорбить судью, но даже вести оперативно-технические мероприятия в отношении судьи без ведома президента. Районный, будь то это суд, судья районного суда или это Верховный суд. Никогда этого не было и не будет. Но много случаев, когда к президенту поступают определенные жалобы, в том числе и правоохранительные органы меня об этом информируют. И когда я вижу, что да, действительно, там надо разобраться по существу, и мы приходим к тому, что не зря занимались этим вопросом, ну, как я часто говорю, умножайте на два. Недопустимо судим нарушать закон, на страже которого вы стоите. Я еще раз повторяю, что в центре вашего внимания всегда должен быть человек. Надо переосмыслить видение кому-то своей профессии, быть внимательнее к людям, а когда и ставить себя на место этих людей. Только такой суд будет по-настоящему авторитетным и справедливым. Поэтому закон, справедливость, я часто говорю, все в законе не пропишешь. На то и дана судья голова и его опыт, его честность, порядочность и принципиальность. Редактор субтитров А.Семкин